Часто люди думают, вот если я йогой занимаюсь, значит я должен быть здоровый. Это бред, потому что есть три нагрузки. Есть длительное непрерывное движение, есть статика, статические упражнения, это йога, и есть пост на воде. Если человек одной из этих делает что-то, это не значит, что он будет здоровый. Нужно делать все три. Но при этом у человека, у каждого есть какой-то фактор, который сильнее его старит, чем все остальные. То есть мы говорим о старении. И то, что сильнее тебя старит, то и больше всего не хочется делать. Вот допустим, если ты йогой занимаешься, ты болеешь при этом, это значит, что тебе надо бегать или длительно ходить, или длительно бегать. Но ты этого делать не хочешь. Почему? Потому что именно там засада. Понимаете? Всегда человек что не хочет делать, там и засада. Понимаете? А если человек весь вот этот спектр, связанный со здоровьем, не хочет делать, то значит, что у него засада будет со здоровьем, с его в целом. Понимаете, да? Потому что есть еще три слоя жизни. Есть отношение с телом, отношение со своей психикой, или с людьми, и отношение с Богом. Вот, если у человека в отношениях с телом засада, то у него и во все равно все начнет валиться. Потому что в отношениях с людьми у него не будет сил, потому что силы идут от природы. В отношениях с Богом тоже у него не будет сил молиться. То есть у него все повалится со временем. Если один из спекторов жизни человек никак бы не использует, значит, тогда все. Я прошу прощения, трудности моей соседней динамы, в том числе с переездом в другой город, я хочу к Музе переехать. Он уехал работать, я пока не могу туда переехать. Это связано тоже с этим, да? Ну нет, это вы все путаете. То есть это просто период жизни такой, в котором у вас есть препятствие. Он закончится через пять месяцев. Это не связано с вашим образом жизни. Спас я вас или нет, все зависит от ваших усилий. Если вы будете правильно все делать, то вы получите результат. А я просто вам объясняю, как надо делать все. У каждого человека все равно есть выбор, делать или не делать. Ваш вопрос на третьем ряду, на втором, красном. Когда я вам говорю, сразу вы поднимаете выше руку, потому что в это время надо, чтобы те, кто разносит микрофон, вас увидели. Всего большое, Евгений Геннадьевич. Если можно задать вопрос. У меня такой вопрос. Бывает ли непреодолимая судьба? Ну, бывает, но при этом, тогда Бог вмешивается в жизнь человека. Например, если женщина вообще в принципе не может выйти замуж, тогда у ней в сердце появляется очень глубокое понимание, что она должна идти в монастырь. Вот она четко знает об этом. И она просто идет в монастырь, там счастье получает также в личных отношениях. Потому что личные отношения только с мужем можно строить. В монастыре там все братья и сестры. Но это бывает очень редко. В основном бывает труднопреодолимая судьба. Бывает, допустим, человек раком заболел. Такой сильный рак, что он вылечиться не может сам, в принципе. Ну, это значит, что у Бога какие-то планы на него в другом месте. Ну, то есть, в этом мире нет ничего плохого. То есть, есть вечная жизнь. И, как бы, человек везде может пригодиться, не обязательно здесь, на этой земле. Поэтому, как бы, плохого ничего нет. Это мы сами себе все придумываем. Но в основном, в большинстве случаев, 90%, это просто человек не знает и не хочет. Если бы он захотел, он бы знал. Он не хочет побеждать судьбу. Он просто ждет, когда все закончится. Мы с вами об этом четко вчера говорили. Что есть два типа людей. Одни мечтают, другие действуют. Если человек ждет просто, когда все закончится, он мечтает, когда ничего не закончится. И из этой серии мечтателей также находятся эти люди, которые думают, что кто-то за вас должен сделать. Вот, например, такие люди искренне верят, что если они найдут хорошего врача, тогда они вылечатся. Это тоже из серии мечты. Потому что, ну, человек может вылечиться. Организм человека сам знает, что ему надо делать. Всегда. Вопрос только в энергии. Нужна сила для того, чтобы вылечиться. Но если человек эту энергию получает, тогда и даже врач не нужен. Но, в принципе, можно подкорректировать. Если энергии хватает, можно с помощью трав, семян, камней. Энергию, ну, то есть где-то блок, можно его убрать и так далее. Это все можно подкорректировать, если есть энергия. Но большинство людей думают, что надо найти какого-то хорошего человека, который мне поможет. Или Бог должен мне помочь, то есть я ему буду молиться, чтобы он мне помог. А сам делать человек ничего не хочет. Это неправильное мышление просто, и все. Бог помогает, опять же, через вашу собственную энергию. Если вы энергию направляете в нужное русло, Бог вам дает возможность преодолеть трудности. Но если вы не хотите сами ничего делать, то никто не поможет. Так устроен этот мир. У меня ситуация продолжается уже лет 10, и как бы такого не убежала. Какая ситуация? Ну, личная жизнь никак не меняется. Я ушла от мужа. Ну, надо раскаяться, значит. Вот вы ушли от... Без Бога очень трудно что-то изменить. Представления нужны правильные. У вас очень сильная такая обиженность на мужское начало в целом. Как бы вы неправильно представляете о том, кто такой мужчина. То есть вам кажется, что мужчина должен быть другим. А он такой, какой он есть. И если вы его принимаете таким, какой он есть, вы будете счастливы тогда в вечной жизни. А если нет, значит нет. Вы саму мужскую природу переделать не сможете. Если вы хотите, чтобы мужчина был нежным и мягким, он не может быть нежным и мягким. У него другая природа. Это женщина нежная и мягкая. Раскаиваться не означает биться головой об стену. То есть раскаиваться означает, один раз сказал, что я неправ, и десять раз сделал то, что надо. Вот допустим, если вы обижаетесь на мужчин, один раз сказала, я зря обижаюсь, а десять раз сделала так, чтобы не обижаться. Что-то сделала хорошее. Раскаиваться не означает сидеть, ой, я дура, я дура. Это не раскаяние, это неправильное мышление. Молиться означает помнить о Боге. Люди под этим словом очень много по-разному все воспринимают. Допустим, некоторые думают, молиться значит трендычать что-то. Аллилуйя, 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 сидит, трендычит как бы и считает, сколько он уже протрендычал. Понимаете, молиться означает ловить память о Боге. Вот люди, допустим, молятся, которые чувствуют Бога. Ты тоже чувствуешь их. И надо, когда молишься, нужно не тараторить, а просто сердцем повторять. Допустим, можно, аллилуйя, 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 там два часа. И от этого никакого толку не будет, потому что ты просто трендычишь. А если ты аллилуйя, 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 и еще слушаешь тех, кто молишься, настраиваешься на них, тогда это называется молитвой. Вот эта молитва помогает человеку, потому что она сразу успокаивает сердце, настраивает его на нужный рад сердца человека. Но если человек просто трендычит с целью, чтобы ему легче стало, то это не поможет. Ваш вопрос? Ручку выше. Добрый вечер. Сначала я хотела поблагодарить. Вот в прошлом году вы приезжали и дали мне совет. Мне понадобилось полтора месяца, чтобы сделать так, как вы сказали. Я очень благодарна. Получилось? Да. Да, еще насчет молитвы, женщина, вы поняли, да? Что молиться надо столько, сколько можешь. Просто надо качественно это делать. Не тараторить, а просто качественно. И тогда будет результат. То есть человек не может больше молиться, потому что он устает. То есть есть ресурс человеческий. Вот вам, допустим, если вы будете очень качественно молиться, вы сможете это делать 55 минут. Потом у вас крыша начнет течь. И это значит, что достаточно. Ну, говорите. Вот, вопрос у меня такой. Я сейчас не работаю. Работает только муж, но у него периодически то есть работа, то нет. Вот у него как-то очень сложно было. Он смог поехать работать только в ноябре. А вы почему не работаете? Ну, вы мне сказали, что лучше, я задавала вопрос по отношениям, вы мне сказали, что лучше уволиться. То есть вот я уволилась и муж, в принципе, согласился сказать. Ну, вы наладили отношения с ним? Ну, у нас лучше гораздо, да. Ну, может быть, чуть-чуть работать надо, если так, уж совсем все плохо, уже помогать ему как-то в этом. Ну, вот я и хотела сначала сама спросить, может быть, у меня тоже что-то... Конечно. Ну, а как он загибается там, не может найти, а вы сидите, как бы я же женщина. Ну, то есть надо как-то тоже помогать, конечно. Вот просто мне еще Андрей Юрьевич сказал, ну, вот я по здоровью консультируюсь у Андрея Юрьевича Пекарева из Омска. Он сказал, что сейчас у вас ничего не получится. Ну, может быть и так, надо смотреть, если совсем человек обесточен, у него тяжелое здоровье, то это не вариант работать. Но если есть силы, то можно. Вот. И сейчас муж нашел работу, но ему вот сегодня сказали, что поскольку он не оформляется, а так вот просто где есть какой-то заработок. На что он не оформляется-то? Не знаю. Ну, вот это проблема. Надо оформляться, значит. Ну, я жили так вот скомандовать не могу. То есть он как сам решает? А женщина никогда не командует и никогда не позволяет мужу самому решать. Она просто обсуждает эту тему по-ласкому, по-доброму. А вот эти люди говорят почему-то, что надо оформляться. Я не знаю, почему так говорят. А вот я слышала, что вот это не оформляется и не может вообще найти себе работу. Ну, то есть, как бы надо всегда мужу давать почву для размышлений, его голову. Женщина таким образом меняет его сознание. То есть она ему не приказывает, она просто обсуждает с ним тему, ласково говорит на эту тему. Таким образом меняет его восприятие. Но если она отшиблена ей по барабану или наоборот орет на него, что ты не оформляешься, то значит, она не терпит ситуацию просто. Надо помолиться, принять судьбу мужа. Допустим, он такой человек. И дальше по-доброму объяснять, объяснять. Потихонечку об этом говорить. Как-то ненавязчиво очень. А вот он просто, он будет слушать записи, он попросил, чтобы вот, что ему делать, то есть, в этой ситуации, когда вот ему сказали... Надо не бояться руководства, не бояться государства. Надо перестать быть диким. Ну, то есть, не надо бояться никого, как бы. Можно всю жизнь прожить, как в окопах. Конечно, ты не будешь тогда развитым человеком. Надо доверять старшим. Вот. И жить более открытой жизнью. Не обязательно вот так вот, как бы, замыкаться немножко. Замкнутая жизнь, независимой такой жить. То есть, практически-то что? Практически означает, что каждому человеку нужна зависимость. То есть, если не оформляться, означает, что я в любой момент могу уйти. Но если ты не даешь обязательств никому, никто тебе тоже их не будет давать. Получается, очень непостоянная жизнь. То есть, нужно вкладываться в кого-то, и в тебя будут вкладываться в ответ. Просто у него такая специальность, что, как бы, там, ну, работодатели не оформляют особо. Какая специальность? А он монтажник. Ну, найти более серьезные заказы. Есть госзаказы. Это означает, что надо вертикальное развитие тоже иметь. Любить старших, уважать, чтобы тебя замечали. Ну, в сердце, в своем культивировать уважение к старшим, чтобы люди чувствовали. И есть же у монтажников тоже огромные госзаказы. Там можно, там, вообще, как бы, годами заниматься чем-то. Ну, ладно, понятно, спасибо большое. Не кочегары мы, не плотники. Вот последний мужчина. Садитесь. Стоять, человек не слышит, когда я что-то говорю. Вам не надо было выключать, он был включен. Раз, два, три. Мне кажется, что оттуда сигнал не доходит. Доходит, но он не слышит, видите, значит, там как-то он уже начинает. Здравствуйте, коллеги. Видите, он то доходит, то не доходит. Любой другой микрофончик. Ну, значит, этот тогда не разносите, или он там просто не работает? Здравствуйте. В третий раз. Спасибо большое за Ваш приезд в наш город. И я очень благодарен, что у меня сегодня снова получилось присутствовать на этих лекциях. Впервые я с Вами познакомился в прошлом году, и для меня это была такая встреча. Ваш вопрос? В прошлом году Вы посоветовали мне быть терпимей с моим руководством, и, в принципе, я смог преодолеть вот эту, наверное, гордыню, все. И они остановились более-менее. Но недавно произошла такая ситуация кардинальная, что просто сейчас я на самом дне. То есть принято такое решение, но во вторник это все решится, как попал под гром, может быть. И вот вроде бы я понимаю, что у нас все Божья воля. Но почему Вы попали? Значит, Вы опять пошли ва-банк. Немножечко сглубил, сделал, так сказать, подвел немножечко руководителя, но его гнев... Это Вам кажется, что Вы немножечко подвели. Это он решает, множечко Вы подвели или немножечко. Да, и вот... Допустим, я как бы скальпелем водил и чуть-чуть как бы там, чуть-чуть в сторону, как бы, а там была сонная артерия. И человек немножечко помер. В результате врачи смеются. Понимаете, то есть всякое бывает. Бывает маленький поступок, влечет за собой большие последствия, и гнев человека всегда обоснован. Есть причина. Сейчас два пути. То есть принять вот это то, что мне предлагают, и пойти по другому пути, на другую работу, грубо говоря. То есть госслужба, но две разные организации. Соответственно, здесь я люблю, я знаю все. Вам предлагают другую организацию? Это я уже пошел по этому пути, я уже звонил. А вам что предлагают? Ниже стоящую должность, на очень-очень много ступеней вниз. И говорят, что это может быть временно, потом мы подумаем, и потом ты там будешь. Вот здесь прочувствовать, собственно, достоинство. То есть либо мне принять вот это, и пойти вот по этому пути, когда для меня несоизмеримый мой проступок, и то, что сейчас происходит. Либо уйти на другую должность, и... Вы жена-то? Так, да. А жена здесь? Нет. Мне кажется, что вы очень много несоизмеримых поступков делаете. То есть у вас очень сильная психика достаточно, и она слабо понимает свое воздействие на окружающих. Вот у меня такое ощущение. И если ваше руководство приняло такое решение, то есть на это очень четкая причина, которую я сейчас озвучиваю вам. Вы просто... То, что вам кажется, это больше с вашей стороны иллюзия, чем с их. Это вот я так чувствую. Понимаете? Потому что у вас в психике есть некоторая неспособность понимать последствия того, что вы делаете. И поэтому вас ставят ниже должность, потому что они боятся последствий. Они боятся вам доверять. Но если вы этого сами не поймете, то будет то же самое и на другой работе. Разницы никакой нет. Вы что думаете, вы придете на другую работу, и там все будет кока-кола? Будет то же самое. Вы уже не первый раз так попадали. Нет, это первый раз. Вот так прям за все время службы моей. Жестко прям. И вроде бы ситуацию сейчас я отпустил. Нет, есть еще одна причина, я думаю. Я могу ее тоже примерно озвучить. Скорее всего, в тот момент, когда вы общались с начальником, и он вам объяснял проблему, вы начали или отшучиваться, или говорить, что это все не такая большая проблема. Ну, то есть вести себя не так, как надо было себя вести. Надо было раскаяться, извиниться, и сказать, что я буду стараться так больше никогда не делать. Но если вы неадекватно восприняли проблему, тогда начальник мог разочароваться в вас просто как в человеке. Нет, Олега Ильич, именно как раз в этом плане я очень сожалел о необдуманности этого поступка. Значит, поступок был очень тяжело переносимый для начальника. Значит, этот поступок реально повлек за собой какие-то нехорошие последствия. Что сделать? Смириться и ждать? Ну, мое мнение, что вы очень непостоянный человек. Вы как бы прыгаете туда-сюда. Вам надо учиться стабильности. Вы можете делать все, что угодно. Я не вижу вот в этих двух поступках какое-то для вас преимущество. Что там вы уйдете туда, там вас не знают и будут прощупывать вас, изучать. Точно так же, если вы что-то не так сделаете, опять вы улетите. Вот. Или здесь постепенно подниматься вверх. Есть только к этому вашему вопросу только один ответ. «Береги честь с молоду» называется. Ответ. Спасибо. Ну, то есть вы сами выберите, где вам, может быть, комфортнее. Я не вижу ни там поражения, ни здесь. Перспективы тоже одинаковые примерно. То есть вы мне предлагаете две равнозначные цифры. Говорите, какая из них больше. Они одинаковые. Ну, каждый поступок влечет за собой сложность какую-то, если он неправильный. Или вы эмоционально теряете, если остаетесь здесь, вы будете чувствовать себя некомфортно. Или вы теряете возможность, ну, то есть вы как бы теряете опыт свой. Или опыт теряете, или эмоциональный фактор. Одно из двух. Если как бы спрашивать меня, чтобы я выбрал, я бы выбрал остаться на том же месте. И как бы доверяя своему опыту, своим силам, просто доказал, что я достоин больше. И все. Но если вы боитесь и убегаете, это значит, что вы бежите от своей собственной судьбы. Вы не можете доказать людям ничего, не можете работать как надо, не верите, что они вас поймут. Это значит, что это ваша собственная проблема. Это все равно, чтобы не убежать из зала лекционного. Если меня там обхамили в зале, как бы не поняли. Это значит, что я не верю людям, не верю в свои способности, не верю в возможность продолжать. Это просто, в принципе, неправильное мышление. И все. Ну, то есть, если у тебя есть что-то в жизни, иди этим путем, что у тебя есть. Зачем куда-то прыгать еще? Так, люди меняют страну, допустим. Человек живет в одной стране, он развился на какой-то степени. Ему говорят, Америка, Америка, хорошая страна. Ну, как бы я не против Америки, там тоже много счастливых людей. Вот. Но человек здесь жил всю жизнь, у него здесь опыт, накопление. Он едет туда. У меня есть один знакомый, он в Германию уехал. Здесь ругал правительство, на чем свет стоит вообще просто. Я ему говорю, это неправильное мышление. Он, ну, а как на это смотреть? Я говорю, ну, хорошо. Езжай в Германию. Поехал в Германию. Прошло несколько лет. Приезжаю туда лекции читать, приходит. А здесь вообще это. И начал ругать правительство. Я говорю, так что у тебя поменялось-то в жизни? Везде всегда, у всех людей есть недостатки на этой земле. Если ты только это можешь видеть, то как тогда ты можешь развиваться как личность? Ну, то есть, вы понимаете, вот у вас есть сейчас в вашей жизни объем работы. Вы воспринимаете это как полуадекватность вашего руководителя. Но это ваша полуадекватность. Потому что этот руководитель также олицетворяет вашу судьбу. И если вы с ней справитесь со своей судьбой на этом месте, где вы находитесь, то значит, вы восстановите свое положение и не потеряете свой опыт, который вы приобрели во время работы. А если вы куда-то прыгнете, то это не значит, что там вы не испортите отношения с руководителем. Еще неизвестно, какой там будет руководитель. Вы же не знаете, это все кот в мешке. Спасибо. Для меня просто непонятно. Риски для этого человека вообще абсолютно еще не наступили. Они предполагаемы. То есть, и я принял эту ситуацию. Я очень понимаю его. То есть, там ряд событий еще произошел, и он был очень напряжен. Вы говорите о том, что я лучше, чем этот человек. Но я с этим не согласен. Нет, я не лучше, чем этот человек. А тогда что вы обсуждаете его? Это его риски, его жизнь. Это он решает, опасаться вас или нет. Я бы тоже вас опасался, потому что вы слишком самоуверенный человек. Все, я принял. Спасибо. Вы получили в жизни не то, что достойно. Понимаете? Я не знаю, как это произошло, что вы на эту должность попали. Но я чувствую, что как бы вот сейчас наступает период, когда вы своими силами будете добиваться того, что вам положено. А до этого как-то все по-другому было. Я не знаю, как это все было до этого. Но это точно было не из ваших собственных заслуг. Я думаю, что вот сейчас вы будете своими силами идти вперед. Вы как бы влетели как бы на свое место, свой стартап, так сказать, вот с него и двигаетесь. Вы переоцениваете свои возможности сейчас и недооцениваете возможности вашего руководителя. Он очень правильный, осторожный человек. Он чувствует опасность. Это правильно. Руководитель должен чувствовать опасность. Иначе он может сильно прогореть. Не воспринимайте этот мир как то, что крутится вокруг вас. Пытайтесь понять, что есть другие люди, которые тоже имеют право на мнение, на решение. Надо уважать это все. И вот именно таким образом развиваться как личность в кругу людей, а не вокруг себя. И тогда будет успех. У меня была ситуация, что меня очень сильно опорочили. Это произошло где-то лет 6 или 7 назад. Вот. Ну и что я просто в таком состоянии начал продолжать лекции. Прошло года 2, и опять все восстановилось. Как было, так и стало. Ну то есть не надо бояться. Можно было смотаться в другую страну. Как бы начать заново. Чистенький, как с хорошей Олегом Геннадьевичем. Всяких проблем. Я остался где есть и продолжал просто делать то, что я делаю. Прошло время, и вся вот эта шелуха слетела.